Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 25 мая, мы с вами вынуждены констатировать, что заболевание коронавирусной инфекции никуда не ушло, и постепенно оно поражает понемножечку все новых и новых саровчан. Мы с вами не виделись с пятницы, и я готова дать вам информацию по изменениям за истекшие дни. Итак, на сегодняшнее утро у нас с вами нарастающим итогом 96 больных. Это плюс 4 с пятницы. По одному случаю за субботу, за воскресенье и за сегодняшний день еще 2. Вот так потихонечку-потихонечку заболевание свою территорию отвоевывает. 96 больных. Новые случаи – это опять цепочки, которые раскручиваются от привезенных случаев. Только если раньше привозили все больше из Москвы, и даже у нас были случаи из других больших городов нашей страны необъятной, то сейчас все больше завозные случаи из близлежащих районов. Начинаем с первого, с карантинного. Это Дивеево и Дивеевский район, Первомайский район нам дает, Ордатовский район, Вознесенский район. А дальше по цепочкам все как обычно, через близко и рядом живущих людей, через родственников. Это все передается уже и заболевают здесь наши жители города, которые при этом и никуда не выезжали, может быть. А от них уже начинают заболевать дальше их родственники, с которыми они встречаются, несмотря ни на какие запреты. К сожалению, все встречи, особенно родственного характера, почему-то люди считают, что вот с чужими встречаться нельзя, а встреча со своими родственниками – это ничего страшного. Это вроде как одна большая семья. Дедушки, бабушки, сестры, включая троюродных. Это все вот наша одна большая семья, как они считают, и можно встречаться. И, к сожалению, вот по этим именно лицам и идут сейчас цепочки. Но у нас есть и хорошая новость за выходные. У нас прибавилось 10 человек с выздоровлением. И на сегодняшнее число уже 58 человек выздоровели и избавились от коронавирусной инфекции. 58 выздоровелых, 96 больных всего. И того на сегодняшний день продолжают болеть 38 человек. Из этих 38 человек в больницах лечатся 9. Один по-прежнему в Нижнем Новгороде, в Помце, и он по-прежнему тяжелый. И еще 8 в нашей клинической больнице, 50. И из этих 8, 5 средне-тяжелых. Все остальные легкие. Плюс к тем, кто болеет, еще 37 человек находятся на карантине. Анализы за прошедшие его дни, пока мы с вами не встречались, сделаны в количестве 273 анализа. Хочу сказать, что по анализам у нас по-прежнему самая большая группа вопросов. Значит, прежде всего хочу ответить на самые многочисленные вопросы. Те, которые касаются обследований в пятом детском саду. Вот эта вот история вызвала самый большой ажиотаж. И, наверное, это понятно и ожидаемо было, потому что все-таки это дети. Это большая группа населения. И каждый родитель за своего ребенка, конечно, уже очень тревожится. Я вам хочу рассказать прямо по дням. Во-первых, для того, чтобы вы поняли, что все не так страшно. Но, с другой стороны, и предостеречь, и понять, и знать, чего ожидать. Итак, детский сад. У нас с вами работала с 12 по 15 число дежурная группа. И в этот период у нас работала в том числе сотрудница, которая в последующем дала... Она, в свою очередь, в своей цепочке домашней заразилась. И вот она в последующем дала нам положительный результат на коронавирус. Значит, последний день она на работе была у нас, получается, 15 мая. 15 мая мы сделали... Уже поняли, что 15 мая, раз она работала, значит, контакты у нее с детьми, с сотрудниками были. При этом ее обследовали в выходные дни. И 17-го числа, да, я специально этот акцент сделаю, два дня спустя, после последнего контакта, анализ у нее был отрицательный. То есть пока она работала до 15 мая включительно, она не выделяла коронавирус. Не выделяла. То есть она не могла быть заразной. Но, тем не менее, мы, так же, как и вы, уважаемые родители, испугавшись, что все-таки это детский садик, это очень опасно, это очень ответственно, мы обследовали абсолютно всех работников и всех деток из этой группы. Они тоже все были отрицательны. Я вам говорила еще это в пятницу. А вот затем уже, на следующей неделе, уже находясь дома на карантине, эта сотрудница дала положительный результат. Будучи на карантине. Поэтому я вот понимаю опасения родителей, которые теперь говорят, что там есть у нас такой один случай, когда с 18 мая, это следующая уже неделя, открылась еще одна группа, и ребенок, один из деток, который посещал дежурную группу с 12 по 15 мая, с 18 мая перешел в другую группу. И вот все детки, кто попали с ним в эту другую группу на следующую неделю, вот теперь обрывают телефоны и переживают. Они говорят, ну как же, он же был в этой группе, он же мог там заразиться, он же каким-то образом мог быть заразным. Ну, чисто теоретически не мог. Но, опять же, для того, чтобы успокоить всех и вся в первую очередь, вас, уважаемые родители, мы сегодня и завтра, 21 и 22 марта были обследованы, первый раз у нас детки и сотрудники, а 25 и 26 мая на 10 и на 11 день после возможного первого контакта мы делаем повторные анализы, так как это предписывают те нормативно-правовые акты, которые говорят об обследовании контактных. Во всяком случае, раньше говорили, сейчас эти сроки уже сокращаются и обследование делается меньше. Поэтому, как я вам обещала в пятницу, вы не волнуйтесь, они все будут обследованы, но я специально вам все эти даты дала, для того, чтобы вы поняли, что заражение быть в данном случае не могло. Если вдруг оно бы и было в нарушении всех правил инкубационных периодов, мы бы с вами что-то поймали. А если вдруг даже и что-то не поймали, то поймаем сейчас. То есть не волнуйтесь, все эти обследования будут проведены. И вот на этом конкретном примере я хочу еще раз сказать, как важно для сотрудников вот таких категорированных работников, для тех, кто работает в больших коллективах, для тех, кто работает с детьми, тех, кто обслуживает население в тех или иных формах, как важно вовремя работодатели предупреждать о том, что они куда-то выезжали, с кем-то встречались. Вот в данном случае нам возражают сотрудники и говорят, ну, а с кем они встречались? Они ни с кем не встречались, никуда не ездили. Они всего-навсего съездили, значит, изолировались на даче. Вот изоляция на даче – это ровно то, что прямо называется именно изоляцией, то есть отсутствием встреч с посторонними людьми, на даче. То есть это место, которое в вашей собственности находится, и там нет посторонних. Что у нас люди называют изоляцией на даче? Поездки к своим родным, родителям, братьям, сестрам, двоюродным, троюродным и так далее. Вот они приехали в деревенский дом, собрались там большим коллективом из разных мест, и они это называют изоляцией на даче. Вот еще раз напоминаю, в данном случае все благополучный исход. Но если бы это было так, то предупреждаю, и на будущее такие сотрудники должны предупреждать о том, что они в нарушении изоляции вот такие делают встречи. Но, кстати, я хочу обратиться и к родителям детей. Вот ровно все то же самое относится и к ним. Ведь и родители с детьми у нас не изолируются, и точно так же своих деток приводят в общие коллективы. Значит, они несут ровно такую же ответственность. Значит, если вы приняли решение, что в этот период вы ведете ребенка в садик, значит, вы ровно так же обязаны, чтобы весь период, пока ребенок ходит в сад, включая, конечно же, выходные дни, никуда его не водить, ни к бабушкам, ни к дедушкам, ни на площадке, ни на какой-то отдых, ни на корпоративы, ни на дни рождения, ни на еще какие-то праздники. А у нас умудряются, как я знаю, вызывать к себе домой аниматоров. Больше же нет когода пойти. Давайте пригласим аниматоров и ближайших своих родственников. У нас получается изоляция на дому с шикарным праздником. Так вот, если такие случаи будут выявляться при заболевании, то уже родители этого ребенка будут ответственны перед всеми остальными в садике. То есть мы сейчас с вами все несем друг перед другом личную ответственность, которая записана в документах и, напоминаю, в своем максимально плохом исходе влечет наказание уже для людей уголовное. Это очень важно. Это то, что касается садика. Что касается вопросов еще, я хочу ответить на вопросы по городскому кладбищу. Эти вопросы я, собственно, сама испровоцировала. Я была не права. Я поторопилась. Мы говорили с вами о том в пятницу, что при выходе на второй этап мы считаем возможным открыть посещение городского кладбища небольшими группами под не более чем два человека не с целью похорон, а уже просто наведение порядка на могилках, посещение своих умерших родственников. И в этом ракурсе я была совершенно честна в своих умозаключениях. Я действительно полагала, что это возможно, поскольку у нас разрешены такие прогулки, разрешены некие такие вот мероприятия. Я согласовала это мероприятие со своим руководством в федеральном медико-биологическом агентстве. Мы еще раз просмотрели все показатели, которые нам это позволяли. И мы полагали, что если у нас такое уже мнение консолидированное есть и вместе с моими предложениями как главного санитарного врача по городу и решениями нашего городского оперативного штаба мы направили к губернатору, то значит мы молодцы, значит мы уже и можем это делать. Но губернатор нас поправил. Он не посчитал нужным, чтобы сейчас вот на этом этапе уже разрешить посещение городского кладбища, потому что городское кладбище это такое же общественное место, как парки, аттракционы и другие людные места, детские площадки. Вот прямо на том простом основании, что юридически городское кладбище это общественное место, то и посещение его разрешается только с третьего этапа. Поэтому нас поправили. Вот эта заминка неприятная произошла, когда я всем сказала, что можно, и люди пошли, а руководство кладбища, не дождавшись, что они абсолютно правильно сделали, не дождавшись официального разрешения, не пускали никого. Нам в субботу и воскресенье обрывали телефоны, вы разрешаете, а директор кладбища нас не пускает. Перед всеми извиняюсь, приношу свои извинения за мою поспешность, за то, что я желаемое выдала за действительное. Нельзя пока, к сожалению, посещать городское кладбище. Как это не прискорбно. И, к сожалению, нельзя делать и многие другие вещи. Несмотря на то, что мы очень хотели выйти на второй этап, до сегодняшней минуты, пока еще такого решения, а решение, напоминаю, принимает все-таки своим указом губернатор области, нам пока еще не разрешено. Мы делаем все подготовительные мероприятия для того, чтобы как только нам это разрешат, это стало возможным, но пока нельзя. И мы, к сожалению, видим, что действительно по показателям вот ползет и ползет потихонечку у нас заболеваемость. Но, наверное, губернатор посчитал ровно так же, что пускай они немножко подождут. Ничего страшного с ними не случится, если еще несколько дней не будут работать некие магазины, не будет работать парикмахерские, и не будут работать еще некие услуги. Ничего не случится, зато не будет вспышки. Наверное, губернатор в этом прав. Следующий вопрос, который связан с городским же кладбищем, касается работы храма около кладбища. Ну, тут все аналогично. Вообще, церковь у нас, любая церковь отделена от государства, поэтому принимать там свои меры мы не можем. Но к жителям, нашим горожанам, я, конечно же, обращаюсь. Вы прекрасно понимаете, что сейчас у нас период, когда мы боимся еще заразиться. Поэтому, конечно, если вы видите, что храм работает, я вам советую его без особой надобности не посещать. Я еще могу представить, что с особыми мерами предосторожности в храме около кладбища проводится отпевание, и туда пускают особо близких людей. Но на службы, наверное, сейчас пока еще ходить преждевременно. Я думаю, что эти вопросы вы обсудите со своими настоятелями. А что касается вот в целом по кладбищу вопросам, значит, вы тогда следите внимательно. Как только эта норма изменится и появится, так сразу будет объявление и в наших городских СМИ, и будет объявление на самом кладбище. Еще у меня был вопрос, в том числе и по магазинам. В основном все эти вопросы стекаются к одному, что будьте добры, обратите ваше внимание, научите сотрудников магазинов соблюдать меры предосторожности, использовать маски, перчатки и дистанцию. Мы такую работу, конечно, проводим, не столько мы, сколько городская администрация. Но хочу вам сказать, что здесь многое в том числе зависит и от самих покупателей. Если в том числе покупатель находится в маске и в перчатках, то даже если кто-то из продавцов и нарушил эту норму в отношении себя, вы, в свою очередь, не заразитесь. Но я принимаю это, напоминаю еще раз, да, что в магазинах мы встречаемся с вами массово, поэтому все должны использовать. И те, кто покупает, и те, кто продает. И сегодня мне еще передали ряд вопросов по магазину «Светофор», который открылся в помещении бывшего мебельного магазина. Там обещали к открытию большие интересные акции, скидки, ну и вообще интерес к новому магазину, да еще в наше время, когда сходить абсолютно некуда, а уже очень хочется, это вызвало ажиотаж. И люди говорят о том, что в «Светофоре» не соблюдается дистанция. Опять все то же самое. Если вы видите, что это не соблюдается, покиньте это место. Это то, что касается собственной безопасности. Если вы хотите идти дальше и проявить свою гражданскую позицию, смело, спокойно звоните по 02 в полицию, они быстро наведут порядок. Можно звонить в оперативный штаб, в администрацию. У них тоже есть функция такого дополнительного контроля. Ну и самое-то главное, конечно, сами на это не покупайтесь. Еще раз хочу сказать, что от всех от нас с вами зависит, сколько человек зайдет в магазин и на каком расстоянии мы все друг от друга с вами там будем находиться. Еще есть вопрос по поводу наших военных, которые находятся на карантине. Значит, ну, озвучиваются там разные цифры, но я вам их озвучивать не буду. Я назову лучше реальные, чтобы не опровергать те, которые не соответствуют действительности. Значит, у нас было два больных, военнослужащих коронавирусной инфекцией. И те, кто были с ними так или иначе завязаны, их было более 30 человек, 34, по-моему, если мне сейчас не изменяет память, и они были на карантине спустя две недели от даты последнего контакта. Их карантин уже закончился, они все обследованы, а среди них заболевших нет. Это прошлая история, она уже закончилась. Если интересует сегодняшняя история, то сегодня у нас тоже есть один заразившийся из войсковой нашей части, который служит, и вокруг него тоже образовалась группа, которая сейчас будет на обследовании, на карантине. Это 11 человек, один из которых в Первомайске, мы его туда передали, и он там будет проходить обследование, и 10 человек у нас в городе. Вот 10 человек сейчас на карантине из войсковой части. И с ними, соответственно, тоже будет проведено обследование, тоже они будут на таком вот карантине. Я хочу отметить, раз уж про войсковую часть мы заговорили, я хочу отметить, что вот точно так же, как и во всех других семьях, у нас военные точно такие же люди, к сожалению, у них заболевает их близкое окружение. Это прежде всего жены и дети, если таковые есть. Поэтому у меня просьба, что если есть возможность, а у некоторых действительно такая возможность есть, вот у нас один из заболевших, первых, мы посчитали, что это какая-то такая интересная была позиция, значит, отдельно изолироваться, жить отдельно от родителей. Это замечательно, да, чтобы защитить своих родителей, чтобы они не заболели. Но изолироваться при этом со своей любимой, по-моему, это было совершенно неправильное решение. Я думаю, что любимая бы лучше две недели потерпела. В итоге любимая заболела, болела серьезнее, чем сам военнослужащий. Более того, мы военнослужащему не разрешили выйти вовремя на работу, потому что он уже выздоровел, а его любимая все еще болела. В итоге, чисто механически передается вирус, он теперь снова выделяет вирус. И вот эта вот история, любовная, которая могла прекратиться спокойно на две недели для того, чтобы защитить, в итоге превращается в какую-то бесконечную передачу вируса от одного к другому. Поэтому я, конечно, понимаю, что военные люди – это молодые, активные мужчины, но тем не менее, если вы действительно любите своих близких людей, я думаю, и есть место, где можно уединиться на эти две недели, то тащить туда своих родных не нужно. Это вот то, что я хочу сказать абсолютно всем, ну, просто вот на примере в данном случае военнослужащего. И еще я хочу сказать, что с учетом того, что у нас с вами несколько дней подряд совсем не было новых случаев, а теперь они пошли, то по коэффициентам, по этим нашим основным и дополнительным, которые разработаны Роспотребнадзором и действуют сейчас для того, чтобы переходить от одной к стадии к другую, по снятию ограничений, мы с вами несколько откатились назад, потому что коэффициент прироста заболеваемости опять нас вернул на прежнюю ситуацию. И хотя у нас все хорошо с внебольничными инфекциями, с внебольничными пневмониями, простите, и хорошо все у нас с тестированием охватом и с наличием коек свободных, и случаи у нас в основном не тяжелые, вот несмотря на все это, мы сейчас по темпам прироста опять откатились на неделю-полторы назад. Поэтому нам нужно сейчас опять взять себя в руки и опять все это соблюдать. У нас в городе началось тестирование на антитела, я вам рассказывала, в инвитро. Сегодня мне звонил руководитель одного нашего большого подразделения, городского не буду называть, которые провели за собственные деньги своим сотрудникам обследования на антитела. Вот первые результаты были готовы сегодня. Из 80 сотрудников у одного оказалось наличие антител. И, собственно, руководитель это несколько удивил. Он говорит, а мы надеялись, что вот так много бессимптомных форм, наверное, уже многие переболели, наверное, уже можно не бояться. Вот смотрите, один человек из 80. Это, конечно, маленький срез для того, чтобы делать выводы в целом о городе, но я считаю, что как раз ничего удивительного нет. Вот именно потому, что мы ограничиваем этот круг из-за того, что мы сдерживаем заболеваемость для того, чтобы она не была сразу большой резкой, чтобы она не вовлекала людей наиболее уязвимых, чтобы она не вызывала более тяжелые формы. Это все плюсы этого явления. А вот некоторый минус как раз этого общего нашей, общей нашей тенденции как раз приводит к тому, что на самом деле малое количество людей реально в городе встретились с этой инфекцией и уже имеют к ней иммунитет. Задает руководитель вопрос. У меня этот сотрудник очень тесно, без средств защиты, общается с другими своими коллегами. Почему же у него антитела есть, а у других антител нет? Ведь они же, он же, наверное, когда, вот он не болел у них, они считают, что он бессимптомно перенес. Он же, когда бессимптомно перенес, он же, наверное, других также мог заразить. Почему же у них не выработались антитела? Тут масса, может быть, вариантов. Может быть, потому что у него просто перекрестный иммунитет, он его получил, переболев другим коронавирусом, ранее. Может быть, потому что настолько было малосимптомное течение и настолько малое выделение вируса в окружающую среду, что фактически заражающей дозы вокруг никто не получил. Второй вариант. И, наконец, третий вариант, что он, может быть, и переболел еще много ранее, тогда, когда у него и не было сотрудниками никакой связи. Ведь у нас заболевание появилось фактически вот в январе месяце можно было в крупных городах его уже получить и переболеть им легко. Поэтому вариант как минимум три. По этому срезу, пока еще только очень маленькому, но уже можно сделать первые робкие выводы о том, что и коллективный иммунитет у нас пока еще не создался. Поэтому призываю вас все к тому же, все к прежнему, что вышли мы на работу с вами, начали работать, начали водить деток в садик, и мы все друг перед другом ответственны. Продолжаем соблюдать меры профилактики. Всего доброго и до встречи в среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова